И всем привет, друзья! С вами снова Кассида, я Кафир МВС, и вы дождались нормального видео с моим голосом, и сегодня я расскажу вам свою теорию. Как появился вообще мир монстров, как распался континент, откуда появились эфирные монстры, что произошло с континентом после распада и многое другое. Усаживайтесь поудобнее, берите вкусняшки, ну а мы начинаем! Когда-то, давным-давно, неизвестным образом, появилась структура, которая называется Стархендж. И на небе начали появляться странные созвездия, и первая из них переродилась в небожителя, который именуется как Трупярца. Он построил специальный телескоп, чтобы следить за другими созвездиями. И каждый месяц появлялось новое созвездие, которое перерождалось в нового небожителя. И так, по порядку по из-за Трупярцами появились Камелек, Ледник, Фагоц Вести, Синкопит, Платальщик, Гальвана, Скороситар, Людвиг, Челебарабан, Ликси и Атмос. Когда уже все небожители собрались, они с помощью телескопа Трупярцев начали наблюдать за миром, который находится вне Стархенджа. Они хотели найти такое место, которое подойдет, чтобы заселить новыми видами. И вот, они нашли его. Это место они прозвали континентом. Но оно состояло из пяти очень интересных мест, которые обладали своей стихией. И вот, они начали его заселять. Трупярцы первые начали заселять с помощью своего элементника воды гализатора. Атмос сделали птицу, Фагоц Вести сделал брушка, Ледник сделал Мамонта, Ачири Барабан сделал Барабану. Конечно же, не забыли про Камелёга. Камелёг сделал элементали огня плавотёпу и отправили их на континент. Абарабана начинала изобретать кое-что, а что другие небожители не знали. Дальше исследуя мир, небожители находили новые острова, так называемые. Они увидели огромный остров, который располагался на большом теле интересного животного. Они начали исследовать дальше и в далёком космосе нашли огромную платформу, которая держится на большом метеорите. Дальше они нашли в облаках, твёрдые облака, которые могли выдержать даже их. Причём, даже могли выдержать трупярцев, несмотря на их большой вес. Ну а дальше, в глубине континента, они обнаружили большую пещеру, с которой находились кристаллы. И некоторые небожители поняли, что это не обычные кристаллы, не магические. Если их использовать при инкубации, то яйцо быстрее расклюнется. То же самое можно сделать и когда два монстра делают симбиоз. Поэтому, они снова заверили новое устройство, которое могло очищать землю из-под острова пещеры и превращать их в бриллиант. Но после, монстры научились пользоваться этими бриллиантами, и они были почти по всему острову. Иногда же, если уничтожить камень или дерево, можно найти там бриллиант. И дальше, небожители, когда нашли эти новые острова, они пытались их заселить теми же монстрами. Но поняли, что это очень опасная идея. Потому что монстры, например, на острове вечеринок, они могли бы попросту выпасть и утонуть. На острове космоса вздохнуться без кислорода. На острове блоков то же самое, что и на острове вечеринок. А на острове пещер и подавных также могли наткнуться на кристаллы. Поэтому они построили специальный телепорт, который, если монстр пройдет туда, хорошо накормленным, то он телепортируется на эти острова и станет взрослым. Время шло. Острова заселялись новыми монстрами. На континенте уже почти не хватало места. Но все равно все монстры жили нормально. А те, кто хотели, могли телепортироваться на другие острова. Но если что, монстры могли с симпиозом создать нового монстра. А также сделать их копию с помощью монет, а также бриллиантов. Но не все так хорошо. Другие небожители, видя, как радуются небожители те, которые создали монстров на континенте, тоже хотели создать свои творения. Гальвана уже заканчивала делать свое творение. Ну а другие небожители решили создать своих монстров. Но к чему это привело? Проблема в том, что имя руководила Пликси. Она создала в ужаса. Дальше Людвиг создал Сарли Вира. Скароситар создала Жужука. Синкопит сделал. Геоду. Ну а лотальщик сделал самоумного. Из них это Церебро. Но вот в чем проблема. Так как они были с одними из самых младших небожителями, то они не знали, как правильно создавать монстров. И это привело к большой проблеме. Монстры, которых они создали, они называли эти реальными. Но так как они не знали, как правильно делать, эти монстры стали злыми. Они начали телепортироваться на другие острова, создавая порталы, которые засасывали монстров, и после они превращались в чудовищные создания, именующие себя призматическими монстрами. И они добрались до самого континента. Там портал они не смогли создать, но они сделали их хуже. Они совместными усилиями хотели создать портал, чтобы всех монстров на континенте превратить в призматическим. Но тут появилась Гальвана со своим творением, которое она назвала Карабасом. И он с помощью сил, которые никто не знал, сила электричества, он превратил всех небожителей в статуи, а эти реальных он уничтожил. Но при этом из-за этого континент распался. Все монстры спрятались внутри него, а острова разлетелись по просторному полу космоса. Карабас понимал, что он делает. Даже если бы он это не сделал, все равно бы континент развалился, но при этом уничтожил всех монстров. А так, все монстры превратились в яйца. Поэтому он с помощью своей силы их всех перетащил на огромных исполинов, чтобы они там развивались. Но при этом, с помощью силы телепорта, он сделал их взрослыми, чтобы они сразу прижились там. Но с помощью своей силы он узнал, что на большого исполина упал метеорий, который превратил ее в камень. И это ему помогло. Он принес статуи небожителей и оставил их там. А сам ушел куда-то далеко, в недр исполинов. После инкубирования монстры становились сразу взрослыми, чтобы сразу приживаться к новой обстановке. А так же они научились пользоваться питомником инкубатора. А так же поняли, что с помощью волшебной силы они могут оживить небожителей. Они начали отправлять симбиозные яйца в них, которые появлялись в питомнике. И с помощью этого небожители смогли проснуться. Хотя, не совсем так. Волшебная сила яиц помогла им переродиться, и они стали молодыми. Ну а вскоре, надеюсь, что они снова постареют, и мы снова увидим их старыми. Ну а монстры так же нашли в недрах исполина Карабаса, которые могли с помощью уменьшенных монстров запустить. А монстрам внутри него нравилось, потому что там находится игровая площадка. Ну и многие, наверное, спросят, а что же случилось с эти реальными монстрами? На самом деле, Карабас их не уничтожил. Он уничтожил всю злость, которая в них была, и отправил их на эти реальные остров. И там они тоже симбиозом создавали для себя новых друзей. Двух элементных эти реальные монстров. А так же, они научились телепортироваться на такие острова, как остров растений, остров холода, остров воздуха, остров воды и остров земли. Но там они уже никому не могли набредить. И вы спросите меня, что стало с развалившимся континентом? А оказывается, его останки летели в параллельную вселенную и попали точно на таких же титанов, образовав зеркальные острова. Именно поэтому на них можно найти строение ездов, а так же на них можно найти следы эфирников. А именно, мозговые волокна церебра, яд жужука, кристаллы геоды и сферы в ужасе. Но почему-то нету тени сварьевира, об этом уже никто не узнает. Вот такая теория у меня получилась. Если что, все материалы я брал с официальных источников, а некоторые сам додумывал, чтобы получился вот такой сюжет. Надеюсь, вам понравилось. Если это так, то подпишитесь, ставьте колокольчик, лайк, пишите комментарии и подписывайтесь на мои соцсети. Ну а с вами был как всегда я, Кофер АВС и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok